Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Разворот». Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Гостью сегодняшнего «Разворота» директора Госагентства социального страхования Инесса Шмидтеня. Добрый день. Добрый день. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9-672-13-93-9. Можно писать в WhatsApp 2061-91. Милости просим, пишите. А главная тема, по которой мы пригласили нашу сегодняшнюю гостью, это, можно сказать, скандал, который развернулся на прошлых неделях, связанный с подачей декларации получателями пенсий, и в результате чего более 6000 получателей пенсии в Латвии оказались должны государству. Это вызвало такой, мягко говоря, резонанс. Многие люди рассказали свои истории в социальных сетях, когда их родственники пенсионного возраста, инвалиды в том числе, оказались должны. Все это, конечно, выглядело как такой абсурд. Ну и в итоге выяснилось, что все дело в ошибке программного обеспечения, которое произошло в Государственном агенте социального страхования. И последнее, о чем было сказано, о том, что эта ошибка, она была выявлена уже, проходит проверка, выявляются ответственные за случившиеся. Какова ситуация сейчас? Выявлены ли ответственные? В первую очередь я еще раз хочу извиниться от имени агентства тем нашим клиентам, на которых эта ошибка выявилась. Но у нас за эти последние недели самое основное задание было эту ошибку поправить и сдать заново данные службе государственных доходов, чтобы люди могли продолжать заполнять свои декларации и узнать правильный итог прошлого года. Поэтому все остальные вопросы, которые касаются ответственных людей, мы, конечно, не ставили первым вопросом, но эта тема у нас продолжается. И, конечно, все причины ошибки и, конечно, и виноваты в этом происшествии будут выявлены. И мы, главное, будем думать, как в дальнейшем избежать таких, ну, можно сказать, раковых ошибок. Но это, получается, первый такой случай, вот когда такой сбой произошел? Если так посмотреть назад по времени, это действительно за существование агентства первый такой серьезный случай, когда потерпели, ну, можно сказать, ну, самые наши такие, ну, клиенты, за которых, ну, всегда мы больше всего волнуемся. Пенсионеры. Но проблема была вот исключительно в программном обеспечении. Просто что касается вот ответственных, я так понимаю, что пока они еще там конкретные, может быть, люди не выявлены, но круг подозреваемых, если так можно выразиться. Это люди, которые разрабатывали эту систему, люди, которые работали с этой системой, которые были каким-то промежуточным звеном, передавали эти данные. В принципе, это, ну, если так сейчас смотреть назад, это, ну, такая, вроде, небольшая ошибка, да, поставлена в алгоритме неправильная дата передачи данных, которая не, ну, как говорится, с газ, газ, он, газ, 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 газ. С газ, газ, который, ну, неправильную, в общем, ну, то, если надо было прошлой, заранее данные даты погасить, она плюсовала новые данные и, соответственно, увеличила эти доходы, которые не соответствовали реальным, да. То есть это не такая глобальная ошибка, да, и в принципе ее даже можно было не увидеть, потому что мы не видим в втором конце, то есть уже в базе данных службы доходов, что с этими данными там происходит. И в принципе у нас сигналы поступили только, когда наши клиенты стали заполнять декларации. И это основная наша такая сейчас задача, совместно с коллегами из государственной службы доходов придумать систему, чтобы мы уже заранее могли контролировать, как данные попадают в их базу данных. А сколько лет вы используете вот такую систему? Система в принципе уже используется давно, да, и до сих пор, как я уже говорила, таких сбоев не было, но соответственно, поскольку в 2018 году менялось законодательство, были сделаны поправки к программному обеспечению, соответственно, и это упущение получилось как раз при разработке этих изменений. Да, заранее такого не было, и поэтому и такой случай впервые. Но что я могу сказать в оправдании, да, у нас всегда времени очень мало для введения этих поправок закона. Это не только наша проблема, это проблема и службы государственных доходов, потому что, ну, если мы хотим качественную работу, нам должны все-таки дать и время не только сделать программное обеспечение, но и время на их проверку, да. Обычно на эти проверки у нас уже времени не хватает. То вы имеете в виду вот такая распространенная критика в адрес правительства, что все в попыхах принимается? Ну, в принципе, это тоже надо считаться, что это добавляет риск, да. Бывает, что все обходится, но бывают такие случаи, да, что вот если в ноябре мы получаем уже заказ, как должна работать программатура, да, тогда за два месяца, да, но надо успеть, в принципе, невозможное, да. То есть это вот то, что, например, если вспоминать систему эздоровья, которую сейчас там чуть ли не свернули, с эскуола тоже были, то есть вот электронные системы, которые не совсем приспособлены еще к работе, вводятся очень быстро. Ну, мне трудно что-то сказать об этих системах, да, но я просто знаю, как мы работаем и насколько сложна эта программатура, да, и каждый, и законодательство становится все сложнее и сложнее, и поэтому, ну, иногда даже бывает так, что невозможно, да, эти свои требования дать этой программатуре, потому что это настолько нестандартно, да, все, что, ну, бывает, да, но это, конечно, не оправдание, да, я просто объясняю обстоятельства, которые привели к этой ошибке. А вы узнали о том, что вот такой глобальный, можно сказать, сбой произошел когда? Когда уже поднялся какой-то шум, в том числе в публичном пространстве, или информацию уже, вы это поняли уже до этого, как это было? Ну, знаете, ситуация такая была, потому что каждый год, не только в этом году, да, когда начинается период декларации, да, бывают звонки, бывают жалобы с клиентов, что они не согласны с теми данными, которые мы подали, и мы индивидуальным порядком их решаем, да, и поправляем эти данные, потому что действительно бывали индивидуальные случаи и заранее, да. Ну, в этом надо тогда понять хорошо эту систему, потому что мы платим пенсии и мы платим пособие по болезни, и эти два вида наших выплат облагаются подоходным налогом. Но эти люди иногда и работающие, да, и у них есть еще льготы, да, на этот налог, да, и чтобы это все собрать вместе, да, ну, конечно, получается иногда какие-то несоответствия. И поэтому первые такие в этом году сигналы мы приняли за такой же случай, который мы индивидуальным порядком можем решить. Но когда уже выяснилось, что это совсем другого рода ошибка, да, мы, конечно, сделали специальную программатуру, которая отбирала все эти случаи, да, и там и оказались эти сверх 6 тысяч людей, которые попали под одинаковую совершенно технического характера ошибку, да, и, ну, тогда уже началась эта работа над исправлением ошибки. Глава Госагентства социального страхования Инесса Шмидтене у нас сегодня в гостях. Мы сейчас говорим о сбое в системе, который привел к тому, что более 6 тысяч получателей пенсии оказались должны государству по ошибке. И сейчас эта ошибка вот экстренно исправляется. Эти люди, которые оказались должниками, как теперь они оповещаются о том, что они не должны? Потому что я так понимаю, что и министр благосостояния госпожа Петровича выступила с таким довольно жестким обращением, сказала, что это срочно нужно решать, что там даже такое слово сочетание было, как кризисная коммуникация должна происходить. Вот как это происходит? Ну, это, конечно, была кризисная ситуация, да, и соответственная коммуникация, да. Но в первую очередь мы работали совместно с нашими коллегами из службы доходов. Первое, да, часть этих клиентов, у которых эта ошибка была, в принципе, можно сказать, не знали тогда и не знают сегодня об этом, потому что они не пользователи этой электронной системы декларации. Да, да, из этих 6 тысяч, примерно 2,3 тысяч только пользуются системой, и те, которые потенциально могли узнать об этой ошибке, но тоже при том случае, если они старались заполнить эту декларацию и уже видели этот конечный результат, да. Соответственно, мы совместно с коллегами из Государственной службы доходов в первую очередь подали им индивидуальные позинюемы, сообщения, да, что, пожалуйста, декларации не заполняйте, ваши данные ГАЗ исправляет, да. Это была первая очередь, да, и потом постепенно, как мы передавали эти уже исправленные данные, служба доходов снимала этот позинюем сдай, и уже был новый, да, что ваши данные исправлены, да. Так что эти люди и знают, что происходит с данными, да, и уже могут работать дальше. Другая часть, это будет уже после поправок, наверное, скорее всего, они не попадут в круг тех лиц, которым Государственная служба доходов будет посылать свои извещения, да, что там… То есть, для них вообще не всё пройдёт, они ни о чём не узнали? Да, потому что большинство так и получится, потому что у них не должно быть этого, этой задолженности, да, так что большинство из этих людей, да, в принципе, даже не узнают, да. Но мы судьям тоже по телефонным звонкам, по письмам, которые получают, что очень мало, мы даже не могли понять, почему вообще так мало этих претензий, да, что люди хотят уточнить эти данные, да. Одна причина может быть та, которая, я сказала, что они даже не знают, что их касалась тоже эта ошибка, да, а другие, ну, спасибо им, что они терпеливо ждут, когда эти данные будут поправлены, тогда уже будем дальше работать. Но мы по всем своим каналам сказали, если у вас есть какие-то сомнения или вопросы, обращайтесь прямо к нам, и мы ещё раз перепроверим, чтобы не было, ну, сомнений, что это и есть, конечно, правильные данные за 2018 год. Но в то же время, вот в службе госдоходов в виде призвали пенсионеров пока что всё-таки не спешить с декларацией, и по-прежнему это актуально, да, то есть сейчас пока стоит подождать. Вы знаете, мы сейчас уже настолько осторожны, да, что я знаю, что коллеги уже в службе доходов тоже ещё раз свои алгоритмы все перепроверяют, чтобы этим людям, ну, уже окончательно были правильные файлы про их данные, всё в порядке, да. И поэтому мы договорились, что не будем заранее тревожить людей, когда будем полностью уверены, да, тогда уже будет объявление, что мы можете продолжить. Скоро у нас перерыв, а сейчас звонок примем. Наденьте наушники, пожалуйста. Добрый день, вам слово. Да, сорвался звонок. Перезвоните, пожалуйста, 672-12-93-9, 672-13-93-9, мы примем ваш звонок. Ну, понятно, что речь об этом ещё не идёт, но допускаете ли вы, что вот появятся люди, которые могут потребовать какой-то компенсации, может быть, потому что речь идёт о пожилых людях, и для них такие новости о долге в трёхзначные суммы, например, это, ну, вы сами понимаете, равнозначные их там месячные пенсии или нет? Ну, будем ждать, конечно, да, всё возможно, да, и, ну, как будет, так и будем решать этот вопрос. А бывало такое уже? В принципе, на счёт этого налога, конечно, нет, это первый такой случай, да, и служба доходов тоже объяснила, что те, которые уже, ну, в каком-то варианте успели этот долг заплатить, что при перерасчёте им будут эти деньги возвращены. Ещё раз попробуем звонок принять. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Да, пожалуйста. Можно ли задать такой вопрос? У меня был, я оформляла декларацию, у меня был долг 23 евро. Я, как законопослушный, заплатила, и сейчас у меня получается пармакса этих же 23 евро. Могу ли я на почту написать в налоговую эту службу доходов, чтобы они разобрались с этим? Спасибо. Ну, во-первых, надо понять причину, да, если у вас был какой-то платёж, который выплатил Государственное агентство страхования, да, эта ошибка может тогда оказаться, да. Ну, если вы перепроверили данные про свои доходы, и действительно там что-то было не так, как вы в действительности получали доходы. Но в любом случае, да, по всем вопросам, которые принимает Государственное учреждение, можно обратиться с заявлением, чтобы был пересмотрен, да. Такой порядок в административном процессе существует, да. Да, в любом случае позвонить в налоговую лишним, то есть никогда не будет... Ну, я думаю, что если я как слышу, там очень сейчас загружены эти телефоны, да, но ничего не стоит написать, да, и ждать официальный ответ. Небольшой перерыв сейчас, вот ещё звонок появился. В следующей части примем глава Госагентства социального страхования Инна Шмидтен у нас сегодня в гостях. Глава Государственного агентства социального страхования Инна Шмидтен у нас сегодня в развороте. Звоните в 672-12-93-9, 672-13-93-9, есть звонок, давайте выслушаем ещё радиослушателя одного. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по какому телефону звонить в Юрмале, если будет что-то, ошибка? Спасибо. Вы знаете, лучше всего не звонить именно в Юрмалу, а звонить в наш консультативный центр телефонных, которые уже тогда с вашим вопросом разберутся. Я сейчас наизусть не скажу номер, да, наверное, может быть... Посмотрим, да. Можем, да, назвать это уже передачей, да. Да, слушайте, ну или по ходу эфира я посмотрю. Но по всем вопросам можно обратиться там. Ну а консультативный телефон, раз уж заговорили, это вот вы его возобновили, я так понимаю, да, он какое-то время не работал? Ну, во время кризиса в 2009 году, да, конечно... Он прекратил работать? Да, он прекратил, мы перешли полностью на электронные консультации. А консультации прекратил, потому что был какой-то наплыв большой? Это не справлялись просто или что? Нет, это был денежный вопрос, потому что мы тогда бесплатный номер давали, да, и мы его оплачивали, да. И это были большие суммы, да, приблизительно день, мы получаем 600 звонков, да, это объемы большие. Мы успешно работали до сих пор на электронные эти консультации, да, а сейчас уже вернулись к телефонным, да, и люди пользуются и теми, и другим видом консультаций. Но 10 лет, получается, он не работал? Да, в принципе, да. Но работали, это не значит, что мы по телефону не обслуживали, обслуживали наши районные отделы, которые консультировали по телефону, да, но у нас этого капацитета в Рижских районах был очень маленький, да, и люди жаловались на то, что невозможно дозвониться, да, и поэтому сейчас мы прибавили ресурсы в Лепайском городском отделе, да, где дополнительно люди уже снимают нагрузку с Рижских районных отделов. Так, ну вот телефон на сайте Госагентства социального страхования, 6450-7020, вот всем, кому интересно, можете писать, 6450-7020, еще звонок у нас. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я инвалид по зрению, а вот скажите, обещали, что пособие по инвалидности по зрению в январе будет увеличено, а тут, ввиду того, что был не принят бюджет и всякие другие перетрубации, в этом году будет ли повышение индексации, или повышение индексации этого пособия, или нет? Спасибо. Я так понимаю, что с июля, да? Так, индексации будет, но счет повышения пособия инвалидам по зрению, откровенно говоря, не слышала, но надо следить, вот сегодня как раз на днях, завтра будет принят бюджет. Сейм рассматривает. Сейчас вот в апреле будет рассматривать повышение пособий для инвалидов на 100 евро. Но это в пакете, если это в пакете бюджета, да, тогда это, соответственно, уже завтра будет решено, и тогда уже будет окончательно ясно. То есть, пока нет бюджета? Это совместно идет все, да, но это будет известно, когда будет все уже принято. Хорошо, вернемся к нашей главной теме с пенсионерами и вот этой системной ошибкой. Часто вам приходится просто комментировать, и понятно, почему вообще о уровне доверия к пенсионной системе в нашей стране, вот такого рода происшествия, так максимально объективно, если попытаться проанализировать, как вы считаете, оно еще какой-то удар нанесет по этому доверию к какой-то пенсионной системе? Ну, конечно, любая ошибка уменьшает доверие, да, и поскольку мы учреждения, которые работают с большим, огромным количеством данных, да, это основная наша ресурс, это данные про наши клиенты, про суммы выплаченные, про уплаченные взносы, конечно, мы должны очень ответственно относиться к тому, что люди могут доверять, что у нас информация вся в сохранности, что она правильная, да. Сейчас я скажу, что у нас большой помощник, то, что вся информация людям доступна через электронные услуги, и мы иногда получаем от людей как раз вопросы по таким, что они видят, что им кажется, что что-то неправильно, или исторический стаж неправильно зашчен, или какие-то выплаченные суммы, хотя это редко очень, да. Это дает возможность нам быстро реагировать, не ожидая, когда человек через 20-30 лет пойдет на пенсию. Мы сразу можем поправить эти данные, если это действительно нужно. И основные ошибки бывают, этот путь, пока эти данные к нам попадают, он такой уже непростой. Все зависит от того, насколько работодатель правильные данные подал в государственную службу доходов, потом данные через них получаем мы, и тогда мы уже работаем с такими данными. Ну и когда начинается, что человек запросил пособие, например, да, и мы его назначаем, он говорит, нет, это неправильно. Нередко бывают случаи, когда это именно происходит по ошибке работодателя, который или не вовремя, или неправильно эти данные подал. И всем участникам в этой цепке передачи данных, да, они должны создавать, да, что они ответственны за то, какие социальные гарантии получат их работники. Так что я думаю, что мы всегда очень серьезно относились к данным, это действительно за наш 25-летний стаж работы первая такая крупная ошибка, да, но это заставляет нам очень задуматься, да, но я хочу сказать, что это не причина, да, не доверять пенсионной системе, да. Тем не менее доверие, оно очень низкое. Это не пенсионная система, скорее, я думаю, с этим случаем пострадала налоговая система, престиж наша налоговая система. Знаете, как люди, люди, они могут распространить, вот они не всегда мыслят это вот настолько разделяют, например, пенсию от системы госдоходов. Но мы тоже чувствуем, мы тоже чувствуем, мы каждый день встречаемся с нашими клиентами, да, в наших отделах, и мы чувствуем их настроение, да, и я могу сказать, что этот случай, да, это подтверждают мои работники, в отдел, который работает в центрах клиентов, что люди к этому случаю относятся с пониманием, да, и такого резкого поворота в отношении пенсионной реформы сейчас не наблюдается. Еще звонок давайте примем. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста. Константин, такой вопрос. Во времена так называемого кризиса государство воровало одну из самых незащищенных от частей своего населения, беременных мамочек, когда украло у них социальную выплату по беременности, зависящую от выплаченного налога, от зарплаты, назначив какую-то необъяснимую цифру 11 лад, а теперь 13 евро в день, ничем не обоснованную, и не считает нужным не вернуть эту сумму, и вопрос в следующем. Собирается ли государство восстановить справедливость, выплачивая пособия по беременности женщинам, незащищенным, в зависимости от выплаченных социальных взносов, и компенсировать то, что было украдено у них по необъяснимым причинам? Спасибо. Спасибо. Я сейчас боюсь, что вопрос может быть не особенно корректно поставлен, потому что пособие по материнству, она всегда зависела от взносов, и поскольку взносы в период кризиса у многих сократились, это могла быть одна из причин, почему эти пособия потом были ниже. То, что мы удерживали из пенсионеров, это правда, но чтобы из этих пособий были какие-то удержанные суммы, не такой случай, не помню, откровенно говоря, да. Но, может быть, если есть какой-то индивидуальный случай, тогда надо лучше написать государство, госагентство и получить конкретный ответ. Но пособия всегда, страховые пособия всегда зависели от индивидуальных взносов. Что касается, вот, к слову, просто будет тоже налоговой реформы, вы сказали уже, что вы политические вопросы не хотите комментировать, но это вы, как чиновник, можете это прокомментировать, специалист. То есть, все, что касается, вообще-то, налоговой реформы, потому что это тоже связано вот с этой вот проблемой, которая возникла, вокруг нее теперь же тоже очень много споров. То есть, как это позиционировалась эта реформа министром Рейзницы Озулой, что это подарок столетию, вот сейчас все говорят, что это превратилось в какой-то кошмар, все люди должны. И вот омбудсмен, в частности, тоже раскритиковал эту реформу и сказал, что она, вот, мало того, что она вообще неэффективна, так она еще и губительна для вот молодых мам, которые при возвращении на работу могут оказаться должны, в частности, и для многодиэтных семей тоже. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, оказывается, что не всегда к подаркам мы рады, и это, наверное, один из тех случаев, потому что больше критики этой реформы, меньше таких, которые ее поздравляют, да, но это очень зависело от готовности работодателей, их бухгалтеров, да, как они были подготовлены, как они могли помочь ориентироваться своим сотрудникам. Например, я могу сказать про свое учреждение, у нас тоже бывали такие случаи, когда возвращались мамочки, они обратились уже заранее с тем, чтобы с них, ну, не удерживали этот необлагаемый, ну, не применяли этот необлагаемый минимум, да, потому что потом они будут уже должники. Ну, это могло регулироваться работодателям при выплате, но я это могу оценить, как, ну, люди не готовы, да, я, в принципе, как, ну, частное лицо, можно сказать, очень поздравляла такой, ну, подход к реформе, потому что это обязывает людей самим больше, самих больше интересоваться и понять, да, эти налоговые вопросы и следить за своими доходами, да, но время показалось, что наше общество к этому не готово. И причина, наверное, в том, что, ну, в принципе, люди очень мало знают про финансовые вопросы, в том числе налоговые вопросы. И, ну, это логический исход, если почва не подготовлена. Ну, в начале, когда мы говорили про систему, которая дала сбой, вы упомянули, что во многом ваше ведомство было не готово, потому что эта система была слишком быстро. Быстро и сложно, разные там нюансы, да, которые надо учиться в отце, да. А в случае с обществом не то же самое не работает? Поэтому я говорю, что мы в том числе, да, как общество, так и мы не были готовы. Значит, мы не готовы, потому что слишком быстро эту систему нам сбросили. Ну, наверное, разумнее было бы подготовить, но тоже я скажу сказать, что у нас есть опыт, что люди, можно два года говорить и объяснять, да, но они обратят внимание все равно в тот момент, когда это коснется именно их, да. То есть, ну, такая современная информационная компания и так далее, она бы все равно не дошла до тех ушей, для которых это предназначено, да. Да, и, соответственно, вы отзывались на этот отклик от омбудсмена, да. В том числе. В том числе и в этом документе уже сказано, что юридическое бюро Сайма тоже обратило на это внимание, что система будет очень сложно администрировать, да. Но сейчас мы это видим, что это всем заставило, ну, такие большие сложные задачи. Но при этом, вот говоря о рекламных компаниях, тоже могу сослаться на ваши же слова, вы сказали 6 тысяч вот этих должников, а примерно 2 тысячи пользуются системой ДС, ну, там, меньшинство. Получается, что и рекламная компания до этих 4 тысяч, ну, до большинства, скажем так, не доходит. Есть какие-то мысли по поводу того, как все-таки коммуницировать с теми же пенсионерами, которые, ну, это просто по факту, по объективным причинам не пользуются электронными системами и не знают многого? Мы знаем привычки наших пенсионеров, и им больше всего хочется прийти или в отдел поговорить, лицо к лицам, или по телефону звонить, да. И никакие компании, ну, потому что они не понимают, как это будет относиться именно к их случаю, да. Поэтому я думаю, что надо работать индивидуально с людьми, потому что такие компании, ну, она очень маленькую часть населения захватывает, обхватывает. А у вас хватает ресурсов, чтобы работать индивидуально? Ну, наши все консультанты, которые работают в отделах, это их основное обязательство, да. Да, если мы видим какие-то, ну, случаи, что мы должны, людей, извещаться об этом, у нас есть их контактная информация, часто наши инспекторы по собственному, собственной iniciatиве звонят людям, объясняют им, да, говорят, что что-то надо с них, или они могут что-то получить, да. У нас более такая работа индивидуальная, и касаясь специфики нашего контингента. Давайте еще звонок примем. Добрый день. Добрый день. Я работал в Германии, и там платил налоги. Совершенно точно знаю, что налоговая система, обложение на работу, что у меня здесь в Латвии, что у них Германия одинакова. Способие на ребенка 13 евро. Один раз его сходить ледо, покушать с ним, 10 евро. Это что за налоговая реформа? Это так называется? Налоговая реформа у вас так называется? Спасибо. Ну, видите, опять очередной случай, когда человек, ну, спутав все вместе, пособие и налоговая система. Ну, так или иначе, нельзя представить, что это не связано? Нет, это не связано в этом случае, да, потому что пособие – это то, что государство выплачивает, налоги – то, что взимает. Это совершенно разное. И, конечно, там уже тогда вопрос пошире, да, политика бюджета, где мы тратим наши налоги, да. Некоторое время назад служба госдоходов рассылала информацию людям, если не ошибаюсь, от 18 до 42 лет по поводу того, вот, какова их нынешняя ситуация с пенсией. И там вот резонанс вызвало то, что журналисты, я так понимаю, основываясь на информации вашего агентства, подсчитали, какие должны быть условия, чтобы человек претендовал на пенсию в 1000 евро. Помните, да, эту историю выяснилось, что человек должен иметь зарплату в 1800 евро, вносить социальные взносы 40 лет. Вот, хотелось бы, чтобы вы это прокомментировали, потому что многие отнеслись к этому как к чему-то, ну, мягко говоря, фантастическому в нашей стране. Ну, разрешите не согласиться, да, потому что все-таки, ну, мы все знаем, что существует и нелегальная, это, ну, теневая экономика, да, и зарплаты в конвертах, да, поэтому, если, ну, судить по тому, сколько реальность люди сейчас получают, да, и то, что они декларируют, и за что плачевают налоги, это две разные вещи, да. И эти наши объявления про итоги прошлого года, про взносов, как раз имели такую цель – дать людям информацию и, ну, просто, чтобы они задумались, да, потому что пенсии никто в конверте платить не будет, да, и будут сухие цифры, которые сейчас мы уже постепенно накапливаем. Но я хочу сказать, да, что положительно в эту сторону, потому что новое поколение, которое сейчас только ходит на рынок труда, которые избежали, ну, этих жутких 90-х годов, когда человек, в принципе, был без прав, да, что-то требовать от своего работодателя. У них совершенно другое отношение. Я спрашиваю, да, что они знают о пенсии, они не говорят, что это меня не касается, что это касается только моей бабушки. Они уже сейчас об этом думают, и если они будут реально 40 лет работать, тогда итоги будут такие, как они заслужили, да. Я больше хочу сказать, что это неприятная информация, которую люди сейчас получают, да, и поэтому и реакции не будет положительной. Но при этом просто ежегодно, из года в год, вот неизменно всевозможные местные эксперты, какие-то организации и международные указывают Латвию на высокие риски бедности постоянно. Если говорить про пенсионеров, там, последняя цифра, которую я обнаружил, но они примерно каждый год там варьируются, 44%, почти половина пенсионеров подвержены риску бедности и очень значительная часть населения. Это тоже все следствие теневой экономики? Ну, конечно, если мы не уплачиваем полностью все налоги, значит, в первом пенсионном уровне нет средств, чтобы перераспределить соответственно уровень минимальных пенсий, такой, как он есть, уровень индексации, такой, как он можно себе позволить сейчас, который соответствует показателям экономики, да. Это все взаимосвязано. И если мы говорим, да, что мы должны быть заинтересованы за свою будущую пенсию, это значит, что мы и ответственно относимся к тому, что сегодня получают наши пенсионеры. Не так много времени остается. Вот еще одна тема, которую хотелось бы, чтобы вы прокомментировали и разъяснили, которую коллеги-журналисты подняли, она касается формулы расчета возмещения за полученные на работе профессиональные заболевания. Вы знаете эту историю, когда суд постановил о том, что вот в этом расчете не должны учитываться месяцы, когда человек был на больничном, якобы ваше агентство эти, без обращения самого претендента на получение вот этого возмещения, если только он сам не обратится, вот якобы ваше агентство, оно эти месяцы учитывает и получается сумма меньше. И получается вот такой вот противоречивый момент. Ну, это не единственный случай, да, у нас очень много этих случаев, которые идут через уже судебную систему, да, и мы получаем интерпретации суда, которые отличаются от того, как, ну, мы с отраслевым министерством работаем и принимаем. Частично это даёт возможность изменить порядок применения, частично это даёт возможность менять законодательство, да, чтобы поправить, потому что есть ещё такие, ну, несоответствия законодательства, да, так что любое правовое решение, да, это даёт возможность развивать систему. Здесь вопрос такой, что получается действительно так, что если человек сам не обратится, если он в неведении живёт, то ваше агентство рассчитывает это по невыгодным для него каким-то формулам. Ну, я не могу согласиться, мы не смотрим выгодно или невыгодно, мы смотрим, как это по закону, да, и я говорю, если мы не можем тоже государственные средства выплатить так, как кому было бы выгоднее, да. Ваш вопрос очень такой специфический, тогда надо с экспертов это объяснить, да, но я в принципе рассказываю, да, что да, мы часто видим, что это может быть человеку невыгодно, но если в законе так сказано, мы не можем по-другому это применять. — Последний вопрос, у нас минута осталась. Сменилось правительство и сменился министр благосостояния непосредственно, вот главный чиновник вашей отрасли, можно сказать. Как вы сработались с новым министром, потому что вокруг фигуры господа Жепетровича тоже уже множество различных споров и конфликтных мнений, скажем так, вплоть до того, что ли, многие считают, что она вообще некомпетентна в этом вопросе. — Ну, я не могу судить о компетентности, у меня была одна встреча, когда мы встречались с министром, да, и при этой встрече она продемонстрировала знания про систему, да, и я встречалась с очень многими министрами, не могу сказать, что она как-то отличается от остальных, да. — Да, это, конечно, надо побольше поработать, чтобы поглубже узнать, да, но у нее интерес к системе есть, и все основы такие острые вопросы она ставит, так что я думаю, что мы будем успешно работать. — Спасибо большое. Глава Госагентства социального страхования Инна Сашмиттень у нас была сегодня в развороте. Спасибо вам еще раз. Я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Всего доброго, до свидания.